Всем привет, мои дорогие! С вами снова Элина, и сегодня я хочу вместе с вами распаковать посылку, так называемую. Точнее, я ее уже распаковала. Вот, в ней была косметика, вот так вот выглядела коробочка, в которой это все было. Конечно же, я не выдержала, ее уже открыла, потому что я планировала снимать это видео чуть позже, но решила все-таки занять его сегодня. Вот так вот. И да, я заранее извиняюсь, что я буду сегодня снимать с телефона, потому что камеры у меня тут нет. Я сейчас нахожусь в отеле, надеюсь, что качество вас все-таки удовлетворит. И точка, откуда я снимаю, тоже, потому что, да, пытаюсь где-то найти нормальный ракурс, где будет хорошее освещение, и где не будет видно второго подбородка, знаете. Короче, ладно, не важно. Вот, давайте приступим. Мне пришла косметика от фирмы Fox Bream. Кое-какие продукты я заказывала им сама, кое-какие они прислали на свое усмотрение. Давайте-ка начну-ка я вам показывать. Давайте-ка начать. Начну, пожалуй, я с масочки. Это маска Dati... Маски, я не знаю, как правильно читается, на самом деле. 100% натуральные, да, ингредиенты здесь все. Она восстанавливает кожу и, в общем-то, на клеточном уровне также восстанавливает. Короче, я супер переводчик с английского, как вы знаете, поэтому понятие примерно понимаю, но перевести дословно не очень-то могу. Здесь много магнезиум, кальциум, потасиум, айрон и так далее. Помогает также вот акне, экзема, псориаза. Подходит для такого вида кожи. В общем, такая вот масочка. Я не открывала еще коробочки. Интересно посмотреть, какие они внутри. И интересно уже попробовать. Так вот выглядит масочка. Обязательно буду вам потом рассказывать. Кому интересно, да, наблюдайте за моими видео. Наверное, где-нибудь во влогах буду снимать, показывать. Это Revitalizing Mask. Вот такая масочка, ее я заказывала сама, потому что, мне кажется, все, что связано с Мертвым морем, должно быть классно. Следующий продукт – это сертифицированное органическое органовое масло. Мне кажется, это вообще актуальная тема на все времена. Это органовое масло. Тоже я его с ума заказала. Его можно использовать и для кожи, и для волос, и для лица, и для ногтей. Вот, я думаю, также подойдет очень для массажей, потому что я их периодически делаю. В общем, я думаю, что актуальная тема. Насколько я понимаю, вообще-то косметика полностью основывается на натуральных ингредиентах. И все у них натуральное. Вот, органическое. Вот так вот выглядит масло. Такая большая довольно-таки бутылочка. Вот, тоже классно. Вообще, выглядит все очень качественно. Очень мне нравится. Еще один серум. По-моему, я его не заказывала, мне его прислали. Да, с гиалуроновой кислотой серум. Так, что тут написано. Также заживляет кожу, увлажняет. Да, придает силу вашей коже. Делает ее более идеально выглядящей. С витаминами С и Е. С экстрактом зеленого чая. Да, делает кожу более свежей, молодой, ну и так далее, и тому подобное. Серума вообще вещь хорошая. У меня они есть еще. Но обязательно пригодится. И, в принципе, наверное, у меня еще есть крем, поэтому... Этой же фирмы. Поэтому, наверное, лучше даже использовать одного бренда и серум, и крем. Посмотрим. Но серумы всегда, вообще-то, почему-то, мне кажется, что они действуют. Я даже смотрела с Яной Рудковской по НТВ передачу, как называется, там, «Вопрос на миллион» или как это называется. И, в общем, у нас калаш, она пользуется только серумами. Еще одно средство – это крем для век, вот такой вот. Также он дает сильный антиэйдж-эффект, в общем, противовозрастной. Также здесь есть Q10, в общем, против морщин, для более яркой, молодой кожи глаз. В общем, знаете, у меня что-то стало с телефоном, у меня просто стал периодически отключать видео ни с того, ни сего. Хотя память вроде как у меня еще есть, вообще непонятно, почему. Надеюсь, что это видео заснимется. Да, также органический увлажнитель тут написано. Ну, насколько я понимаю, здесь, да, они позиционируют себя полностью натуральными. Но, возможно, конечно, тут есть какие-то штучки, которые кто-то найдет ненатуральными. В общем, кому интересно, посмотрите на их веб-сайте, состав, я думаю, у них там есть. Вот, ссылочку на веб-сайт оставлю. И, кстати, да, оставлю также вам код на 15% скидку. Вот, кому интересно, в инфобоксе. Вот, и так вот выглядит крем для век. Тоже буду пробовать, вещь тоже всегда нужная, на самом деле, но кремы для века очень медленно тратятся. Поэтому, не знаю, когда до него очередь дойдет, я даже не каждый день ими пользуюсь, потому что от некоторых кремов у меня, знаете, как-то неудобно в глазах начинается. Как будто что-то мешает, что-то попало, я их просто смываю вообще. Вот, ну вот сейчас, которым я пользуюсь, тоже из Германии мне прислали крем, вот он, в принципе, нормально ложится, пока он у меня есть. Я им периодически пользуюсь, но не каждый день, хотя, наверное, я не права, не нужно каждый день пользоваться кремом для век. Но столько всего нужно пользоваться, знаете, что... Такое ощущение, что просто ты там несколько часов должна проводить перед тем, как пойти спать. Поэтому кое-что иногда пропускаю. Ну и еще один такой вот продукт в этой коробочке был, это Ультралифт Найт Крем, короче, я бы тоже сама попросила у них. Это ночной крем, да, с эффектом ультралифтинга. Также тут есть Ку-10, пептиды, гиалуронка, да. Ну и, в общем, все, примерно, то же самое, стимулирует выработку коллагена для более гладкой кожи и светящейся, лучше использовать его с серумом, по-моему, где-то написано. Вот, ночной крем мне очень просто нужен. Не знаю уже, как сидеть, чтобы меня было видно. Вот, и чтобы было не видно, что там на заднем фоне. У меня, кстати, очень крутой мехень, видите, оставшийся, очень интересно так смылось. Вот, у меня закончился уже, по-моему, даже давно крем. У меня остался крем, который больше идет как основа под макияж. И еще одна масочка с Африки, которую мне присылали, ну, африканский там какой-то, что-то входит в состав, в общем, не суть. Она просто как идет очень жирный крем такой, это маска, которую нужно носить на ночь и с утра смывать. То есть вот такого официального просто ночного крема у меня даже нет. Поэтому очень кстати. Муж попросил у меня даже недавно крем, и я поняла, что у меня его и нет. Вот, чтобы ему помазать его красное лицо после загара, которое начало, да, потихонечку облазить. Вот, и так вот выглядит этот ночной крем. Также написано, что его можно даже наносить под макияж. То есть я думаю, его можно даже и днем, наверное, использовать, потому что на ночь кто макияж наносит? Наверное, немногие. Да, даже написано, для лучшего результата использовать и днем, и вечером. Но в принципе, в основном я кремы наношу все-таки вечером, и днем у меня еще до сих пор остался крем от Dior. Кстати, он мне не понравился, который я за 124 доллара купила. У меня все еще есть, который я безумно с ним гоняла, чтобы его купить, и я в итоге поняла, что этот крем мне не нравится. Особо он ничего не дает. Так что, кто помнит этот крем, не советуем его покупать. Но вообще, я готовлю уже когда-нибудь снять видео про пустые баночки, и когда у меня все закончится, я обязательно все расскажу. Короче, ладно, это уже совершенно другая история. Вот, просто хотела показать, что же мне пришло. Хорошо, что я нахожусь в отеле. Все коробки скину здесь, вот, и буду пользоваться. Очень рада, что мне эта посылочка пришла очень вовремя. Как раз-таки, да, после того, как кожа вся безумно перезагорала, хочется как-то ее увлажнить, какой-то дать ей должный уход, потому что на Руби я как-то сильно не запарилась. Если честно, с уходом, просто наносила защитные какие-то кремы. Вот, и да, поэтому сейчас, наверное, самое время, чтобы немножко похаживать за кожей, потому что у меня кожа лица очень вот здесь на лбу особенно чешется. Я думаю, что она просто сгорела от солнца чересчур. Поэтому, да, спасибо компании, вот, что мне прислали FoxBream. Замечательно буду пробовать вам обязательно рассказывать, как мне все нравится. Или не очень, посмотрим. Вот, спасибо всем за внимание. Надеюсь, было интересно. Не забывайте заклинуть в инфобокс и на веб-сайт компании, кому будет интересненько, и использовать ваш код, если вам это будет необходимо. Вот, всем желаю быть красивыми, ухоженными и всегда молодыми. Хорошо, молодо выглядящими, вот. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok